Что касается Минской группы ОБС, то, конечно же, текущая геополитическая ситуация в мире значительно осложнила работу сопредседательства, но, учитывая, кстати, у меня несколько другие вот новости доходят, учитывая весьма конкретно сигналы и сообщения, которые я получал от сопредседателей многих других стран, я бы хотел подтвердить, что, несмотря на то, что азербайджанские коллеги повторяют, что Минская группа, сопредседательство Минской группы прекратило свое существование, что им нечем больше заниматься, поскольку нету больше Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку нету больше такого даже региона под названием Нагорный Карабах. Вот, несмотря на все это, международное сообщество продолжает видеть урегулирование Нагорного-Карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБС, что, должен сказать, весьма обнадеживает. Спасибо. Что касается конкретно делимитации, то в ноябре прошлого года в Сочи три лидера согласовали начало работы, вернее, создание комиссии до конца 2021 года, о чем было объявлено официально на пресс-конференции, и вот сейчас было повторено уже в Брюсселе. Ну, уже, наверное, не до конца 2021 года. Там сказано в том заявлении, которое господин Мишель распространил, конец апреля. Я спрашивал нашего коллеги, насколько это состыковывается с тем, о чем договаривались лидеры России, Армении, Азербайджану. Ответ получил, что это абсолютно в этом русле и развивается ситуация. Я очень хотел бы, чтобы наши европейские коллеги в Брюсселе понимали, что это русло уже создано тремя лидерами в 2020 и 2021 году, и что они не будут в этом русле чинить какие-то препятствия, плотины или что-то еще. Я обратил внимание, что в том каменнике, который господин Мишель издал после встречи с президентом Азербайджана и премьером Армении, ни разу, нигде не упомянут Российской Федерации. Это уже говорит о том, что важнее для руководства Европейского Союза развивать достигнутое, либо использовать и эту карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии. Это печально. Россия никогда не будет приносить в жертву неким геополитическим, тем более пропагандистским замыслам и играм интересы наших ближайших союзников. Мы полностью привержены тому, чтобы помочь Армении и Азербайджану наладить нормальную жизнь. Часть этой работы, конечно же, делимитация. И мы подтвердили сегодня, и наши коллеги подтвердили, что остается в силе, в полной силе, как говорится, решение лидеров России, Армении, Азербайджана о том, что комиссия будет двусторонней по делимитации с консультативным участием российской стороны. И не только потому, что у нас есть карта Генштаба, которую Ереван и Баку готовы использовать, но еще и по той простой причине, что наше совместное проживание на этой территории на протяжении веков, конечно же, позволяет надеяться, что в этом формате подобного рода вопросы будут решаться чуть более, наверное, эффективно. Ну и вот то, что сейчас это развивая мысль о том, как Брюссель позиционирует себя не только в вопросах делимитации, но он же, господин Мишель, продвигал и вопросы трехсторонних проектов торгово-экономических и транспортных, говорил он и о роли Евросоюза в продвижении мирного договора. Ну, такая, в общем-то, деликатность нам уже теперь знакомая, чисто европейская деликатность. Но вот то, о чем сказал Арат Самвилович, процитировав азербайджанцев, которые заявили, что тройка совпределателей прекратила свое существование. Это заявил, может быть, я не читал, не слышал этого высказания Азербайджана, но то, что это заявили французы и американцы, как часть тройки, да, для меня это факт. Я не знаю, в какие слова они облекали свое заявление, но то, что они, еще раз подчеркну, принесли в жертву своим русофобским задачам судьбу региона, по крайней мере, ту роль, которую стройка могла бы сыграть в судьбе региона, это факт. И приоритеты они расставили достаточно четко.